Почти как с корабля на бал. Сразу после прилета полпред осматривает новый аэровокзальный комплекс. Здесь провели реконструкцию взлетно-посадочных полос и перона. Сейчас заканчивается строительство второй полосы. Уже летом она будет принимать самолеты. Ремонтные работы в Курумыче закончатся в декабре. Наша задача, чтобы в свое время все прошло, в повреждении в экспертизе. Полпред президента проверил подготовку главного спортивного объекта – стадиона «Самара-Арена». Вместе с губернатором Николаем Меркушкиным Михаил Бабич осмотрели трибуны и помещения под ними. Поднялись на самую высокую точку, изучили план благоустройства территории вокруг спортивного комплекса. Глава региона отметил, что кроме строительства самого стадиона ведется реконструкция прилегающих дорог. Стройка с наступлением тепла идет круглосуточно. Здесь будет организовано десятиполосное движение. Сейчас прокладывают два тоннеля. На пересечении с проспектом Кирова есть небольшое отставание по перекладке водовода. Но подрядчик обещал устранить его к лету этого года. По московскому шоссе планируем запустить летом движение. По Кирова, я думаю, в кратчайшее время мы его запустим. В завершении поездки полпредпрезидента и губернатор ознакомились с реконструкцией четвертой очереди набережной. Идет в основном наружный демонтаж основных объектов капитального строительства. Бордюрный камень, асфальтовое покрытие, железобетон вывозится. Земляные работы производятся. По проекту здесь появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, бульвар с велосипедными дорожками, современная инфраструктура, а также новый трехуровневый фонтан и амфитеатр. Четвертая очередь набережная излюблена для горожан. Здесь проводятся культурно-массовые мероприятия. За счет естественного клона очень удобно организовать разные мероприятия. И граждане, когда мы обсуждали проект, они высказывают за то, что там был такой амфитеатр. К марту 2018 года проведут озеленение, установят видеонаблюдение, обновят освещение. Один из символов Самары – 20-метровую ладью – также приведут в порядок. Проект у нас готов. И чтобы это смотрелось очень хорошо, спуск с этого подъема к Софийскому саду, то надо сделать по этой линии, как бы так вывести, чтобы чувствовалось там, видно мы с туда, сверху. Проверка строительных и транспортных объектов к ЧМ-2018 будет вестись постоянно, отметил Михаил Бабич. Мы исходим из того, что к июлю месяцу по всем основным управлению работ мы войдем в график. И сегодня нет сомнений в том, что Самарская область не просто подготовится к готовению к рейстритову достойно, а получит мощнейший стимул для дальнейшего развития. Полпред намерен ознакомиться с подготовкой к Мундиалю и в других городах-участниках. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События.